В России я вижу, что рынок консолидируется, то есть есть множество попыток, и индустриальный центр компетенции, и различные союзы промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата, они стремятся создать некий стандарт ERP. Это делается для того, чтобы все-таки разные разработчики, разные заказчики, у которых много своих программистов, своих бизнес-консультантов, аналитиков, они могли объединиться и свои модули соединить. Дело в том, что комплексный ERP это такая же история, может, даже больше, чем банковская ABS, то есть это большое количество модулей, больше сотни, которые между собой все взаимодействуют, то есть начиная с продаж и взаимоотношения с клиентами и заканчивая, собственно, отгрузкой этой продукции. Сейчас все-таки мы переходим к тому, что наше производство, ему недостаточно просто выпускать 100% объема продукции, то есть недостаточно загрузить целиком станки или загрузить целиком людей, то есть нужно ориентироваться на спрос. А это значит анализ рынка, это значит управление с дистрибьюторами, с поставщиками, с партнерами и выстраивание вот этого вот сквозного процесса. Именно для этого и нужен комплексный ERP, чтобы посчитать полностью всю себестоимость, чтобы управлять запасами и одновременно при этом не выпускать ненужной продукции. То есть это от потребности такая задача и этому служат сейчас некие стандарты методологии MRP2, на которые многие ERP-производители переходят и этому служат различные отраслевые стандарты. Я думаю, что будучи за композитной архитектурой, то есть все-таки даже 1С, который наиболее консервативный игрок на рынке, он пытается в эту историю поиграть и перейти на платформу, на которой многие поставщики могут разработать свои какие-то нишевые решения. Вот, например, на конференции здесь был рассказ про шкафы. Ну, то есть какой-то игрок, конкретная компания, они занимаются только шкафами, которые под высокоточным напряжением, да, под силовым, и там автоматы. И как бы никто, кроме них, не понимает, как это автоматизировать, как это выстроить, как этим заниматься. Я думаю, что таких нишевых игроков в России несколько тысяч, и для того, чтобы соединить их лучшие все компетенции в одном решении, необходимы технологические стандарты, необходима архитектура, необходимы одни правила игры, чтобы решение, которое создает, например, компания Adiosoft, могла стыковаться с решениями 1С и могла стыковаться с решениями Global ERP и другими производителями. То есть, в принципе, игроки должны сейчас консолидироваться, это пытаются возглавить как Минконторг, так и Минцифра, как-то этим управлять. Но если вот мы придем все-таки к этому стандарту, то тогда все получится. В мире мы видим другие тенденции, все-таки они идут больше на хайповые какие-то технологии, на тему искусственного интеллекта, на генерацию. Но я думаю, что, в принципе, эта тема такая переоцененная. То есть искусственный интеллект, вот тут был доклад, он, конечно, применим, но, как там правило Торетто, да, за 80 процентов результата нужно 20 процентов усилий. Поэтому я думаю, что простые какие-то модели мы можем применять уже сейчас, а идти куда-то в глубокую аналитику, в принципе, большого какого-то резона нет. Поэтому я думаю, что те наработки, которые есть, нужно соединить, объединить, и тогда наша промышленность сможет перейти на качественно новый уровень планирования. Вот как тут говорили в индустрии 4.0, 5.0. Ну и как бы все это есть в нашем ERP. У нас сейчас больше 100 уже партнеров, которые делают различные отраслевые нишевые решения. Вот мы сейчас на конференции, в принципе, ищем новых игроков, которые на разных платформах решают какие-то конкретные задачи. Я думаю, что если собрать все вместе, то мы будем даже круче, чем САП. Вот даже уже сейчас, в принципе, ряд решений, он превосходит по своим характеристикам западные аналоги. Поэтому я думаю, что года через 3-4 САПу уже будет некуда возвращаться.